Привет волшебные! У нас сегодня макияж новыми продуктами и будет очень много всего интересного. Моя первая покупка в Мак. Истинно бледная. Заказ из золотого яблока. Купочки из магазинов черногорских и сербских. Но это все представлено и в золотом яблоке. Начинаю с ухода. Очень распиаренная баночка. Но спасибо, что есть миниатюрка, которую можно протестировать. Понять нужна ли мне полная размерка. Стоила она примерно 1500 рублей. Какая сладкая крошка. Но, как вы видите, я не люблю экономить на себе. Если она у вас есть, напишите. Интересно, что думаете. Запах какой-то травянистый. Смогу по уходу сказать только, конечно, через время. Хотя, конечно, ощущения от нанесения очень классные. Такой немножко липкий слой получается у нас. И очень быстро и хорошо впитывается. Она уже все впиталась, хотя я достаточно много нанесла. Но я осознала, что у меня нету крема. Я пользуюсь кремом для глаз на все лицо. И купила просто первый, рандомный. Написано, что подходит для сухой кожи. Очень красивая упаковка. Я такую люблю. Проткнула ногтем. Это все, что я смогла сделать. Возьмем так. И очень классный запах. Для меня это капец как важно. Я очень много взяла. Он такой густой и плотный. Мне нравится, какой он, знаете, такой гладкий. И насчет лета, вот даже не знаю. Хотя он не делает, он даже слегка матирует кожу. Хотя, казалось бы, что он увлажняющий. Но кожа не выглядит с жирным блеском. Очень нравится, потому что, опять же, как мой любимый Шесейда. Вот он так вот сглаживает, делает бархатистый. Офигенно. Офигенно. Но непривычно, что лицо не блестит. Где мой любимый жирный блеск? Верните, пожалуйста. Заинтересовал этот, наверное, тинт. Выглядит как обычный тональный крем от Wet n Wild. Бюджетный. Я так понимаю, что он с увлажнением. Средний по густоте. Я люблю такие продукты. На свотче мне понравилась текстура. Поэтому я взяла кисточка от Геборга Ева. Такое прикольное, что у нас сужается и такая малышка. Набираю на кисть и переношу на кожу. Цвет нормальный. Он не перекрыл в один слой мои покраснения, но выровнял. То есть у него от легкого к среднему перекрытие. И давайте попробуем наслоить второй слой. Потому что когда у нас есть возможность наслаивать, продукт в этот момент становится универсальным. Кисть просто невероятно приятная. Финиш сияющий, жирненький. Ну ладно, буду называть я сейчас своими именами. Мне такой очень нравится. Крем не дал мне влажность, жирность. Тинт от Wet n Wild. Увы остановилась праведливость. На носу точно остались веснушки. Не плотное перекрытие, если у вас чистая кожа. Или на каждый день, если вы любите что-то такое увлажняющее, легкое. Добавлю еще, что в пору он не провалился. Выглядит достаточно естественно. Но вот есть этот блеск. У нас сегодня будет пудра. Мы его немножко нибелируем. Ну и конечно нужно протестировать хотя бы недельку в разных условиях. Поносить дома, поносить в жару. Чтобы понять, как он действительно работает. Первое впечатление у меня хорошее. Я его не ощущаю на лице. Нет дискомфорта. Липкий. Опять же, пудра мы все это исправим. Дальше у нас в посылке из золотого яблока. Сразу достану свои две классные новинки. Насчет консилера от Catrice. Не знаю, классно или нет. Но мы обязательно сейчас попробуем. Я в постоянном каком-то поиске консилеров. Кто смотрел предыдущее видео с фаворитами, там у меня есть консилер, который мне очень понравился. Я могу 100% рекомендовать. Тилби. Любимая форма набитой синтетической кисти. Но я, если честно, не сомневалась. Потому что это уже не первый мой набор. Это не бледная. По первому впечатлению про консилер я специально им затонировала нос. Потому что на носу у меня есть поры, в которые может все что угодно проваливаться. Он не провалился. Это уже хорошо. Хорошо подсветил. Мне нравится, как он выглядит. А кисть? Я вот ни на секунду не сомневалась, что нам будет охеренно. И она действительно такая. Малышка, это как моя любимая для тонального, я не знаю название, к сожалению. Просто микро и для консилера, для проработки каких-то мелких деталей супер круто. Следующее приобретение, коллаборация блогера Абрамовской и Нинель. Нинель мой любимый бренд. Сиреневый мой любимый цвет. И я очень люблю блогера этого, поэтому. Я взяла в оттенке 431, там было два. Я взяла холодный. Ну, с этим тоном. Смотрится очень даже. Кисточку Баффи. Такая форма крутая. И растушевываем. Я бы еще чуть-чуть добавила. Смотрите, мне сейчас нравятся более загорелые. И на самом деле надо было брать оттенок потемнее. Но если вы ищете идеальный холодный кремовый скульптор, то вам сюда. Очень крутой продукт и очень крутая кисть. Она подойдет и для тона, и для кремовых румян. Давайте поищем румяну. Румяну я не нашла. Зато у меня тут два продукта. Первый от Стеллари. Это гель для бровей. Большая кисточка и много продуктов. У меня, знаете, такие тонкие, легкие брови. Ножка опустились. И я провожу вот так. Чтобы все-таки их приподнять. Здесь у меня покупочка с Wildberries по рекомендации визажиста. Пакинг. Было заявлено, что это аналог хайлайтера от Venti Beauty. Очень хорошо упаковано. Видимо, опыт Wildberries говорит о том, что упаковка должна быть... Это запах пластика дешевого. Ну, понятно, что, скорее всего, это у нас Китай. Ну, нет. Это не аналог, ребята. Может быть, даже похоже на свотчах. Ну, что-то есть. Хайлайтер от Fenty. Больше больших частичек. Есть кисть для хайлайтера Экстра. Мы берем этот Даймонд. Брови не зафиксировались. Может, конечно, я зря провела в конце. И за счет этого часть геля ушла с моих бровей. Ну, что-то оно тут сияет. Финиш, возможно, будет похож. Я обязательно сниму рилс в сравнении вот этого продукта. Затирается он точно так же, когда наносишь сюда. Тон остается на кисточке и затирается. Это нормальная история. Не что, тон слез. Понимаю, какое-то красное пятно. Я чуть-чуть добавлю. Я наношу второй слой геля. Хотя нет, они подзастыли все-таки. Я дорисовала немножко волоски лайнером. Потом здесь еще дорисую лайнером. Он тоже из фаворитов из прошлого видео. Итак, карандаш, который тоже постоянно попадался мне в рекомендациях. Это Париса. Он невероятно дешевый, длинный и красивый. Очень странно. У него дерево. Знаете, такие в детстве карандаши были дешевые самые. Считала у девушки, что он очень жесткий. Это правда. Очень красивый цвет, но он прям царапает гумбы. Его плюс в том, что он не яркий, не темный, не контрастный, как обычно делают такие цвета, достаточно яркими. И они выглядят темными, потому что, чтобы сделать его не темным, нужно меньше нажать и так далее. Вот такие средние слабые оттенки, они смотрятся, естественно, не натуральней. Конечно, дело вкуса, но мне нравится значительно больше. И я изцарапала себе все губы, но красиво. Поищу в своем огромном количестве карандашей аналог, потому что все-таки, ну, конечно, можно взять, потому что это красиво, но подумайте. Я не выдержала. У него сладковаткий, сладковаткий, оговорка по Фрейду, потому что я обожаю сладкую вату. Ну, интересно. Я, наверное, знаете, очень долго тянула с блесками, с блестками. Знаете, почему? Ну, потому что мы в детстве такое делали, и у меня ассоциации с, знаете, это когда ты. Не то, чтобы в песочнице, но вы поняли. Странные, странные ассоциации. Да не, красиво. С карандашом. Тоже сниму лучший липком. Это плампер. Да, это плампер. Он начал... Смотрите, как много я не сломала. Но терпимый. Терпимый, легкая, легкая, легкая мятка. Но все равно, когда попадает в рот, я не очень люблю, потому что я ем. Я крашу губы и ем потом сразу же. Меня они не увеличивают ни на сколько, на имею ввиду, губы. Стойкость карандаша от NINEL. Во-первых, он мягкий и суперски тушуется. Цвет, кстати, красиво необычный. И очень даже в тон моего сегодняшнего макияжа. Яркое нижнее веко. Я нанесла на руку, чтобы проверить стойкость. У нас на руке он застынет. И мы его помочим. Называется MINI. И... Она маленькая, но плотненькая. Ей вообще супер растушевывать. Гелевый карандаш. Гелевый карандаш пластичный. И прорисую слизистую. Доказала кисть от LIMANI. Меня просили именно этот бренд проверить кисти. Нравится мне или нет. Но она такая жестенькая. Буду ей просушивать пудру. Вот Revolution. ASMR. Они сэкономили на зеркале. И я просто прохожусь аккуратненько по веку. Видно разницу, что она цветная. Походу для меня очень светлая. Но вот для этой функции она неплохо подойдет. Также можно внизу протушевать немножко тушевку карандаша и теней коричневых. И закрепить консилер. Она прям выбеливает. То есть ее мне получается можно только на центр наносить. Что могу сказать про кисть? Ей будет неплохо, когда вы прорисовали складку, ее дотушевать. То есть она достаточно широкая для моей складки века, например. И она будет ложиться слишком крупно. Я люблю для таких мест более детальную проработку. Кстати, вот у меня есть чекотки ворка для прорисовки складки. Она поменьше. И для меня она удобнее. Видите, это такая прям пушистик-пушистик. Этой мы прорисуем складку, а этой мы потом светлым оттенком растушуем тушевку, чтобы она вот так вот пчху. Просто звезда нашего эфира. Я думаю, все, кто знает, тот знает. Что-то мне там трясется. Он выпал. Вы видите это? Это. Это очень больно. Вы знаете, я смотрела у всех и думала... Ну вот они зеркальце не пожалели. Я смотрела у всех и думала, вот мне тоже надо. И думала, что вот у меня же много такого. Если я приклею клеем, не повредит ли это продукт? Слезками своими лечу ее. Безумно хочется попробовать эту новую кисть Дива. Очень, очень, очень крутая форма. И я возьму бронзер, который у меня уже есть, потому что в макияже мне его сильно не хватает. Кисть просто сумасшедшая. Души покоя нет. Весь день я жду кого-то. Если в вашей душе нет покоя, вот эта однушка от Бобби Браун его лечит. Давайте проверять на стойкость. И... О, нет! Нет! Я возлагала столько надежд! На руке не застыл, на глазах не застынет. Тем более, потому что века более жирная. Он не проходит тест-драйв. Начнем с проверки бровей. Смотрите, со второго нанесения они держатся. Это не ламинирование, то есть они просто такие воздушные. И они зафиксированы. Как будто лаком. Ставлю плюсик. Гель для бровей от Стеллари. Я собралась подводить итоги. Моя главная покупочка в маке. Осталась без внимания. Это очень красиво. Я очень долго смотрела, как люди в инстаграме засовывают пальцы в эту мягкую консистенцию румян. Это было дорого. Но я разрешила себе. Смотрите, по краю неровно. Мне кажется, что продукт за 6 тысяч рублей хочет выглядеть идеальнее. Некая небрежность и неаккуратность. Это неприятно. Вот этой вот мягкой текстуры. После бронзера ничего не понятно. Я нанесла румяна обильно вот сюда кисточкой. Во-первых, там образовался какой-то воздушный пузырь. Во-вторых, неаккуратность упаковки. В-третьих, цена. И особо эффекта вам на лице не заметила. Может быть, потому что я наношу последние моменты на пудру. Я, конечно, протестирую их еще. Но что-то мне кажется, что это слишком распиаренная штука, которую я сильно хотела. И я немножко разочарована. То есть ожидания и реальность не сложились. Но, конечно, мои ожидания – это мои проблемы. Но я могу предостеречь вас. Пробегусь по всем продуктам. Скажу «да» или «нет». Но имейте в виду, что это первое впечатление. Со временем что-то может измениться. Потому что, например, уход 100% может раскрыть себя по-разному. И сыворотка мне понравилась. И крем очень классный. Не знаю насчет лета. Он достаточно густой. Конечно, сверху у меня уже пудра и много других продуктов. Но в целом оба продукта мне понравились. Пудра, причем классно, оставила сияние. Но при этом убрала совсем какой-то явный блеск. Мне понравилась текстура консилера. Тональный обязательно попадет в рубрику «Тональная неделя». Про пудру. Она с цветом. Она достаточно плотное перекрытие дает. Конечно, я на каждый день, скорее всего, ее не буду использовать. Но для видео это красиво. Даже для губ красивый. Поищу аналоги, царапает кожу. Но такая цена, что, в принципе, можно купить себе. И если вы готовы царапать себе губы. Карандаш для глаз. Нет. Гель для бровей. Да. Прекрасный стик. Знаю, что у него трескается упаковка. Нужно быть очень аккуратным. Холодный. Супер. Я бы хотела себе еще и тепленький. Все-таки бронзовый эффект. Мне сейчас более актуален. Нушка. Надо брать девочке. Вообще ни на секунду не сомневаться. Это какая-то нереальная, просто сумасшедшая любовь. Любовь к себе в первую очередь. Потому что такие дорогие штуки нужно покупать. Как подарок. За то, что вы есть и вы прекрасны. Кидать я его не буду, конечно же. Блеск симпатичный. И не очень понравилось то, что это плампер. Красиво смотрится на губах. Женя не сильный. Но я до сих пор его чувствовала. И ну просто я устала. Потому что еще раз, когда я ем. И у меня добавляются к еде привкус мяты. Два продукта спорных. Я еще потестирую. Но если, например, взять кремовые румяна от Rare Beauty. Они, конечно, ну как выглядит упаковка. Как они наносятся. Как они тушуются. Оттенок. Эти такого восторга у меня почему-то не вызвали. Про кисти. Кисть для растушевки складки и теней. Классная. Безумно понравилась. Кисть мини. Она жесткенькая. Реально очень круто и удобно растушевывать. Ранее у меня такой не было. И я уверена, она будет использоваться очень часто. Потому что это первый формат такой. Вот эти три кисти. Просто отпад. Консилер. Кисть Дива. Идеально для сухих продуктов. Бронзер. Скульптор сухой. Опять же румяный. Их у меня просто не было. И также можно пудру. Но все по отдельности. Кисть должна быть чистить. Баффи. Офигенная. Скульптор. Также румяный я наносила. Можно и тонным распределять. Плотная. Классная. Формы такой закругленной. Тактильно. Невероятнейшая. Приятная. Спасибо, что вы досмотрели. Вы мои герои, как всегда. Оставляйте комментарии. Что вам понравилось. И что бы вы тоже хотели. Пишите, что мне делать с однушкой от Бобби Браун. И смотрите в телеграм-канал. В инстаграм-канал. И всем хорошего дня. Еще.